«Исторический детектив» – такое название получил документальный сериал, создать который решили сотрудники Государственного архива Мурманской области. На страницах миллионов документов, которые хранятся здесь, среди сухих цифр и фактов, скрывается не одна загадочная история. Как признается участник проекта Дмитрий Ермолаев, многие из них до сих пор окутаны завесой тайной. Дмитрий Ермолаев, резонансных дел лежит под спудом, о них практически никто ничего не знает, хотя это очень громкие для своего времени события были, преступления. Так что, в общем, есть историкам, что расследовать, над чем работать. Изначально планировали выпускать небольшие сюжеты по 10-15 минут, но когда стали работать над первой серией, поняли, рассказать историю коротко не получится. Перед Александром Мартыновым стояла непростая задача – сделать так, чтобы документальный фильм увлекал зрителя. На время съемок он из главного археографа превратился в оператора, режиссера и даже актера озвучки. Потому что это создание моушн-дизайна, то есть это какое-то сведение, это все вместе в программе. Именно конкретно монтаж занял порядка трех недель. Весь процесс создания занял около трех месяцев. Сами съемки проходили, не выходя из здания. Буквально в одном помещении. В этом читальном зале как раз был снят первый эпизод исторического детектива. В нем рассказывается об одном из самых громких преступлений в истории нашего края. Убийстве главного начальника Мурманского укрепленного района и Мурманского отряда судов Казимира Китлинского. Это событие до сих пор остается загадкой для историков. Точного ответа, кто убил адмирала, до сих пор нет. С того момента прошло больше ста лет. Естественно, что за это время появилось множество версий. Чтобы изучить десятки тысяч документов и собрать информацию, историкам понадобились годы. Но впереди еще много работы. Мы планируем, что в этом году при хорошем раскладе у нас еще будет две серии. Этого проекта летом и в концу года. О чем будут следующие фильмы, создатели пока не рассказывают. Хотят, чтобы, как и в настоящем детективе, интрига сохранялась до самого конца. А посмотреть уже готовый эпизод можно на официальном сайте Государственного архива Мурманской области, в группе ВКонтакте или по ссылке, которую вы видите на экране. Кирилл Грепеняк, Андрей Бричко, Павел Третьяков, ТВ21+. Субтитры создавал DimaTorzok